здравствуйте дорогие друзья вы на канале пока желаем сегодня вас ждет что-то вкусное более того слегка эксклюзивная я обожаю своих подписчиков вот вас конкретно за то что во первых вас много а так как вас много то эксклюзивной информации вокруг меня огромное количество все знают что я очень люблю ресторан и особенно я люблю захачапури панджарский который они делают один из лучших качапури панджарский который вообще моей жизни когда-либо существовал просто офигенно уже подостыла немножко игры за наши болтовни но тем не менее просто просто изумительно вот это вот сулугуни такой видите он рыхленький вкусненький должен быть все и вот один мой подписчик прислал мне рецепт теста для хачапури панджарский который используется в джорджуле я естественно его не назову потому что я боюсь что там могут быть какие-то последствия но чувак тебе огромный респект сегодня мы готовим лодочку с фаршем с томатами с офигенными бортами то есть это будет типа хачапури панджарский но не она но тесто я использую именно вот то самое то есть сегодня еще рецепт проверка присланного материала так что чувак тебе спасибо особенно если все получится и вам всем огромное спасибо что периодически сливаете какие-то эксклюзивы которые на канале так или иначе выходят пишите в коментах если вы где-то работаете знаете какие-то офигенные рецепты с удовольствием их использую для того чтобы поделиться с большими массами готовим сегодня лодочки с фаршем все готовим лодочки с фаршем и начнем мы естественно с приготовления теста потому что она будет дрожжевое и ему надо будет время настояться первый секрет то что используется молоко а не вода для этого теста где-то 700 миллилитров мы наливаем на килограмм муки я немножко молока солью подогрею чуть-чуть совсем и проверю дрожжи главное чтобы они у меня были рабочие молоко упарывать мне не хочется молоко градусов 36 вот температуры тела больше не надо просто тепленькая оставлю на 10 минут дрожжи чтобы проверить живые они не живые и потом добавлю к основной массе смотрите ну чё нормально дрожжи заработали можно их добавлять теперь не боясь добавляем к основному молоку я сюда еще кстати немножко сахара добавил ну буквально кончики то что дрожжи любят сахар они быстрее начинают работать сладкоежки я следую рецепту который мне прислали и там используется маргарин примерно четверть пачки две столовые ложки сметаны вот отсюда у нас кисломолочность и еще одна ложечка это мазик да 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 добавляем мазик к тесту посмотрим что получится ну и соли в принципе на килограмм муки я думаю почти столовую ложку соли будет нормально все можем закидывать муку просеивать не просеивать мне кажется это вопрос философский я в основном просеиваю но сейчас не буду а заодно и посмотрим как получится так чуть чуть меньше добавлю чем надо чтобы не переборщить потому что добавить муки к тесту всегда можно да а вот воду добавлять в тесто которое у вас стало бетонная уже будет невозможно практически поэтому лучше тесто меньше сначала все и ставим замешивать ну тут абсолютно очевидно что надо еще муки добавлять все у нас отличное тесто замесилась я не стал добавлять еще муки то есть она как бы влажник и осталось мне нравится такое тесто она как бы и липнет к рукам и уже почти не липнет к рукам то есть вот такая вот какая-то грань я думаю что так и оставлю накроем влажным полотенцем чтобы не заветривалась и классическая отстоечка я всегда включаю лампочку в духовке и отправляю туда тесто на часик пускай стоит ну что тесто у нас смотрите взбодрилась хорошенькая я немножко добавлю муки чтобы можно было им как-то руководить и сразу давайте на стол добавим муки я беру кусочки где-то 250 280 граммов и уже буду под размер дел давайте сделаем 2 хачапури я хочу сделать еще обалденные бортики поэтому я возьму сыр это моцарелла еще я добавлю сушеные томаты они продаются в магазине не в масле и по небольшому кусочку ну скажем вот так вот допустим хотя бы один томат на три части порежем добавим к сыру тесто нам надо раскатать сначала в круг а потом из него сделаем уже удочку я добавляю немножко муки еще чтобы было проще ничего не прилипало сразу положим на противень и тут до формируем давайте начнем с бортиков вот так вот выложим сырок вот так вот с другой стороны и томатики теперь делаем стандартную лодочку так же как мы делали бы хачапури скатываем к середине и защипляем кончики все и здесь у нас будет начинка так займемся второй штукой абсолютно по той же схеме все заготовки есть теперь начинка это у нас фарш лук чеснок томаты соль перец и может быть какие-то приправы какие вы любите фарш у меня сегодня покупной к сожалению потому что я не нашел нормальной говядины поэтому нашел взял ненормальный фарш блин всегда делайте фарш дом лучший вариант я беру одну баклажку фарша сейчас мы из этого фарша будем делать сочный фарш для этого нужен лук понятное дело лук меленько жизни к черту добавляем лук фаршу я не могу без любимого орегано очень уж он мне нравится его добавляем сразу соли черного перца и томаты томаты в собственном соку если нету то просто добавляйте воды чтобы фарш не был прям плотным он должен быть он должен быть хлюпающим вот тогда будет сочно наверно еще добавлю кстати лука наверно можно было бы еще добавить у меня где-то 400 граммов фарша здесь наверно целую луковицу смело можно добавлять и не бояться я еще томатов добавлю он недостаточно хлюпающий я хочу чтоб фарш был нежный внутри отличная отличная консистенция и выкладываем наш фарш прямо до прямо сырой фарш прямо вот так вот в наш хачапури меня фарш где-то наверное на 3 хачапури получается я сделал всего 2 погорячился супер две лодочки 2 хачапури но с тестом а это уже значит не хачапури это пироги просто открытые если бы они были сыром я бы их готовил где-то наверно 220 градусов поставил и готовил бы максимум минут десять что-то типа того здесь учитывая что фарш ему надо все-таки приготовиться провариться прозапечься я поставлю 180 градусов и минут 15 может быть даже 20 буду смотреть по состоянию теста никим желтком не смазываю хочу посмотреть какое тесто получится без украшательств я забыл самое главное сделать ну как самое главное важное мероприятие это посыпать немножко сыром сверху хорошо что вспомнил сейчас меня тертый чеддер и отправляем обратно срочно срочно все обратно пока не остыло опа о зацени сейчас мы сюда еще яйцо добавим и на пару минуток доготовим в серединке вот так вот подготовим место взрыхлим фарш нари сколько сока просто бомба и второй желточек об а вот он немножко растекся ладно бог с ним отправляем еще на пару минуток на ненаны вот ребятки такая штука получается надо дать какое-то время отдохнуть тесто получилось кстати мне нравится как она получилась давайте оставим на пять минут и после этого будем пробовать напоминаю что у нас здесь еще в борта вкуснятина здесь внутри фарш тут вообще все должно получиться клево ну и немножко я все-таки не могу удержаться когда вижу желток мне хочется что-то зеленого добавить вот чуть-чуть лучка и туда и сюда и еще раз сюда ну что выглядит красиво это уже хорошо довольно давай попробуем тесто она все-таки нет она отличается я уже вижу что у меня не получилось такой же тесто как джон-жоли вау срок за же но по вкусу она заметно лучше чем вот обычное дрожжевой тест который мы делаем но все-таки есть еще какие-то секреты о которых мне походу никто никогда не расскажет ну я думаю что первая причина все-таки то что я выпекал дольше из-за мяса наверное если бы я действительно закинул бы там на на 200 у нас же еще и там и внутри вкусняшка я и забыл если бы я закинул наверное 220 градусов там на 7-8 минут и сыром наверное тесто получилось бы немножко другое по структуре но тем не менее она действительно она вкуснее обычного теста но как она там сметанка там мазик что-то может быть невкусно ладно давай попробуем уже начинку который у нас получилось дай-ка я с томатиком а вот с томатиком тесто хорошо знаю как его есть блин если сыром понятно макая что тут не макнешь тут внутри мясо уже же первый покупной фарш кстати которому меня нет претензий на даже отличный вышел фарш суши начинка огонь вот тесто огонь с минусом все-таки надо будет еще раз попробовать я думаю что все получится изумительный бортик получился с томатом и сырком внутри слышите если абстрагироваться от попыток найти придраться прикопаться то это бомбическое блюдо это типа как вот пицца лохмаджуна турецкая пицца знаете на тонком тесте такая пиде называется еще по-другому то круче потому что тут больше начинки она сочнее благодаря тому что мы фарш замешали замешали много влаги в виде томатов они вкус дали и не дали мясу высохнуть да тут и в принципе больше начинки это клёво но я уж не говорю про тесто да но и пропеклось изумительно на самом деле и и борта офигенные а ну почему-то блинский я чувствую мне не хватает чесночка я забыл чеснок ваша еще добавьте чеснок 2-3 зубчика прям будет еще бомбически вот это аромата чуть-чуть не хватает и можно кинзы еще замешать фарш короче что хотите можно замешать фарш прикольный вариант пробуйте тесто достойно внимания но надо его мне кажется мне еще чуть-чуть поэкспериментировать попробовать и тогда я сниму наверное еще одну версию хачапури по-аджарски но уже с пониманием того как вы сделать так чтобы прям реально бомбически было для меня бомбически это джон джоли напомню чувак кстати если смотришь напиши чего не так в тесте сделал или дай посмотреть тому человеку который тебе дал рецепт но это между нами что что чуть-чуть не так потому что по все-таки по структуре по вкусу похоже а по структуре чуть-чуть нет наверное из-за времени выпечки все ребята приятного аппетита всего вам вкусного ставьте лайки подписывайтесь на канал до свидания пока а мы с димоном сейчас кайфа кайфаем димон буш кайфовать будешь кайфовать следующий раз я говорю я сейчас больше для того чтобы тесто проверить не очень важно было надо чуть-чуть еще над ним подумать и снять вторую версию хачапури по-аджарски первое было прекрасно но тесто надо доделать конечно